Всероссийский фестиваль Наука 0+, стартует 13 октября. Более 200 интерактивных площадок будут одновременно работать в разных регионах страны. Главная и единственная в этом году площадка Приморья – Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Что ждет гостей и участников событий, а также все самое интересное о современной науке узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Галина Петрук, кандидат педагогических наук, доцент, директор департамента научно-исследовательских работ в ГУЭС. Здравствуйте. И Александр Ганюшкин, выпускник ГУЭС, директор компании «Робот». Здравствуйте, Александр. Ну, я, конечно, не могу не начать с того, что у нас есть еще третий гость сегодня в студии. Это робот Адам. Александр, это ваша разработка? О, привет, Адам! Да, это разработка уже командная, это уже следующая версия нашего робота. Ну, первую, естественно, я начинал постепенно, но не в одиночестве. То есть были, естественно, и коллеги, которые поддерживали, помогали. Ну, а после команда расширялась, расширялась, и сейчас мы стали резидентами Сколково, резидентами технопарка «Русский», и мы сотрудничаем активно с компанией «Лаборатория виртуальной реальности Дальний Восток». Александр, я предлагаю все-таки интригу немножечко оставить для телезрителей, потому что Адам еще кое-что нам сегодня, конечно же, продемонстрирует в студии. Ну, а сама могу сказать, что, собственно, Адам — это как раз и есть, наверное, тот самый представитель современной науки, о которой мы сегодня будем говорить. Но, к сожалению, тем не менее, несмотря на то, что мы знаем, что роботы — это уже не будущее, а настоящее, у людей все-таки некие стереотипы есть относительно науки. Расскажите, что же такое современная наука, что она из себя представляет сегодня? Наука на сегодняшний день превратилась в промышленную индустрию. Мы, конечно, пользуемся благами всех ученых, не задумываясь о том, что именно эти блага создали нам ученые. Мы смотрим телевизор, мы пользуемся интернетом, летаем на самолетах и не думаем о том, что эти блага мы бы не могли использовать, если бы не постарались в свое время Ломоносов, Менделеев, Фарадей, Ньютон и другие ученые. Без научно-технического прогресса сегодня невозможна жизнь ни одного цивилизованного общества. Ни одна страна мира сейчас не оставляет без внимания научные достижения, научные открытия. Практически все развитые страны мира во главу угла развития своей страны ставят именно научные достижения и вкладывают огромные средства для того, чтобы жизнь населения и их страны была комфортной. Сегодня благосостояние общества в целом зависит от развития науки в стране. Ну, собственно, фестиваль «Наука плюс», я так понимаю, его, конечно же, основная цель, задача – это не просто развлечение, а привлечение внимания и такая возможность узнать максимально много о современной науке. Александр, на ваш взгляд, что бы вы выделили сегодня, наверное, самое основное в том, на что стоит обратить внимание и обывателю в науке современной, и специалисту? Ну, сейчас вообще наука очень разносторонняя, и она так переплелась с нашей обыденностью, что иногда мы ее не замечаем. Взять, допустим, смартфоны. Когда-то это было что-то непостижимое, сейчас это обычный быт, и мы активно им пользуемся. Причем смартфон очень много задач решает. Ну, а наука сейчас, наверное, потихоньку входит в нашу жизнь, это как раз-таки робототехника, разные ее сферы. Робототехника очень сильно сегментирована. К примеру, есть андроидного типа роботы, есть подводные роботы, есть квадрокоптеры, это тоже, они относятся к робототехнике, ну и так далее, космические там. Вот, и люди потихоньку начинают их уже воспринимать, потихоньку пускать в свой быт. Но пока мы не увидим, наверное, в каждом доме робота. Но тем не менее они есть, да. Они есть уже в аэропортах, они есть в каких-то центрах, на выставках. Это уже тоже не новость. Их активно все демонстрируют. А почему мы вот не можем сейчас в каждом доме использовать эти умные разработки, искусственный интеллект, это все-таки, как минимум, не просто даже полезно, а очень интересно, это, мне кажется, ну для меня этот робот сейчас он живой, например. Я его воспринимаю как живое существо. Не знаю, как наши телезрители, но это так здорово, если техника обладает действительно интеллектом. Вот в чем проблема, почему мы не можем более активно использовать смарт-технику? Ну, это, кстати, хороший вопрос, почему так происходит. Дело в том, что тот функционал, и вообще вот чтобы человек воспринял робота в свой быт, в свой дом, он должен делать что-то полезное, максимально полезное, при этом стоить, не зря я сказал про смартфоны, упомянул, ну где-то примерно как смартфон Apple там. Вот. Но при этом есть вот вся кинематика, механика, это очень дорогостоящие, комплектующие, плюс программное обеспечение, да. И в итоге стоимость таких роботов, она становится, ну, недосягаема. Ну, или досягаема, но человек не готов тратить столько денег на то, чтобы робот как бы приветствовал его, махал ему руками, ну, может быть, общался и, в общем, выполнял роль того же смартфона. Есть более, ну, так сказать, скажем так, менее дорогие аналоги, да? Есть менее дорогие, но они тогда уже менее интересны, понимаете? То есть они, может быть, ну, машинка какая-то с камерой, уже не так интересны, не воспринимаются как что-то живое. А что-то живое, оно уже дороже. Вот. Я понимаю, что мы, конечно, сегодня в первую очередь должны говорить о фестивале «Наука 0+,», но я не могу все-таки не забежать вперед и не попросить продемонстрировать что-нибудь нашего гостя Адама, потому что, конечно, очень интересно вообще на что он способен. Я думаю, вы расскажете и покажете. Вот недаром у нас сейчас смартфон здесь лежит, да? Я так понимаю. Вообще, в чем помогает смартфон? Расскажите, как он работает. Да. То есть получается сейчас, во-первых, это новая версия, да, и мы как бы тестируем на нем программное обеспечение наше обновленное, поэтому он сейчас управляется в ручном режиме по Wi-Fi. Ну, а телефон выполняет роль раздачи интернета для того, чтобы робот принимал команды от оператора. Вот. Но в данный момент робот может двигать всеми частями своего тела, это в данный момент, но в принципе у него уже есть наработанный функционал, просто он еще пока не внедрен. Это распознавание лиц, он может также вести простые диалоги, разговаривать, то есть он может выполнять команды, ну, может перемещаться, двигаться, и самое главное, это управление с помощью шлема виртуальной реальности HTC Vive. Мы это сделали совместно с компанией лаборатории виртуальной реальности Дальний Восток, причем первой в России. Первой в России? Да, первой в России. Не первой в мире, конечно, но в десятке первых в мире. Очень здорово. А можно пояснить, да, немножко телезрителям, то есть я правильно понимаю, что шлем виртуальной реальности, это ты надеваешь его и становишься единым целым, можно сказать, с Адамом. Да, практически получается. Вот Адам как бы подсказывает, он говорит, да. Вы, когда одеваете шлем, вы видите с помощью вот этих вот камер обстановку, которую видит Адам, и с помощью контроллеров управляете его манипуляторами и телом в целом. То есть, по сути, вы чувствуете себя железным человеком. Очень интересно. С какой целью все-таки создавалось это очень умное, даже не назову машиной, все-таки это очень умное создание, да? Каковы главные ваши задачи, что вы преследовали в первую очередь? Ну, вообще, вот если издалека заходить, то, естественно, ключевая цель – это робот в каждый дом. Но, как я уже говорил, и вы сами задали вот этот вопрос, мы подняли проблему, что люди пока не готовы их приобретать, потому что они очень дорогие. Поэтому мы направляем наше детище в образовательную часть, именно в высшие учебные заведения, использование высших учебных заведений. Почему и для чего? Для, вот сейчас в наше время как раз-таки, есть очень много кружков по робототехнике, и это все делается для школьного возраста. Но для студентов, как бы, вот этот момент опущен, материальная и техническая база, она немножко устарела. Поэтому мы вот решили его использовать именно так, потому что именно в этой области, потому что проблем в робототехнике очень много, и с помощью вот как раз-таки Адама можно их решать. К примеру, это ориентация в пространстве, позиционирование манипуляторов, распознавание лиц, искусственный интеллект, человеко-машинный интерфейс, ну и так далее. И вдохновление студентов, как вы говорили, мне задумывается. Да, 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 точно. Спасибо, что вы напомнили. Действительно, и не просто, да, сделать из студентов, чтобы они в будущем работали по профессии программирования промышленных роботов. Нет, более глобальная цель, чтобы они как раз-таки создавали подобных роботов и развивали робототехнику нашей страны. Так вот, такую же цель приветствует и фестиваль «Наука-0+.» Галина Владимировна, предлагаю все-таки о нем чуть подробнее рассказать. 200 площадок, это очень много. И, конечно же, наука — это та сфера, на которой интересно не просто смотреть, за которой наблюдать интересно, но и как-то принимать активное участие. Смогут ли гости это сделать? Расскажите нам, интересно, буквально все подробности. В этом году фестиваль «Наука-0+.» проходит действительно на 200 площадках России. В городе Владивостоке единственной площадкой является Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. И на нашей площадке пройдет 50 площадок, более даже 50 площадок, где будут собраны представители университетов и ДВО «РАМ». Зрители, основная цель этого фестиваля — это привлечение людей к науке, показать, насколько наука сегодня необходима и что она может, рассказать о современных научных достижениях, приблизить обывателя к науке, чтобы он смог побывать в мире научном. Площадки рассчитаны для людей любого возраста. Наука 0+, от нуля и до бесконечности. Каждый зритель может себя найти на той площадке, которая ему интересна. Это будут площадки, связанные и с лекциями, когда лекцию читает известный профессор на интересную тему. Это будут площадки с современными измерительными приборами, например, или с роботами. Вот одной из площадок будет являться как раз Адам. То есть с ним можно будет лично познакомиться? Лично познакомиться. Только другая версия, которая будет, наверное, мигать, да, Александр? Он будет распознавать лица. Будут площадки от ДВО «РАМ». Одна из площадок будет представлена нашим аспирантом Романом Клиндухом. Это аспирант направления экономики. Он со своим проектом «Парк народов мира» во Франции занял одно из призовых мест, получил грант французского правительства на финансирование этого парка. И вот процетип этого парка будет представлен на территории ВГС. На самом деле так много достижений среди наших молодых ученых, ученых вообще любого возраста. А мы, к сожалению, очень мало об этом знаем и слышим. Нет ли одной из целей фестиваля «Наука 0+,» не является ли одной из целей этого фестиваля как раз донести до людей, что наука не стоит на месте, развивается, и мы в чем-то даже являемся, пусть мы так далеко находимся от центральных регионов, но мы где-то на шаг впереди. Я правильно понимаю? Да, конечно, одной из целей фестиваля является показать людям, что мы тоже в науке, и мы многое что делаем на Дальнем Востоке для того, чтобы наука развивалась. И вот именно эти площадки, такие как Александр, они приблизят наше общество, население, чтобы они увидели действительно результаты современных научных лабораторий. Наверное, не стоит бояться идти сегодня в науку, правда же? Да, я согласен. Но вообще как бы нужно понимать, зачем ты идешь. Ты идешь либо в науку, либо за мечтой. Но твоя мечта превращается в науку, потому что тебе интересно этим заниматься, и ты хочешь достичь своей цели и воплотить свою, опять же, заветную мечту в жизнь, как в данном случае. И сейчас у нас очень много, в том числе, поддержек государственных, которые помогают развивать различные области науки и достижений. Есть разные венчурные фонды, есть акселераторы, есть площадки, допустим, в Овгоисе я точно знаю, есть лаборатория позволяющая. Смарт-лаборатория, лаборатория FabLab, которая может помочь воплотить свою мечту. То есть там можно заниматься прототипами, прототипированием. И все условия направлены для того, чтобы студентов привлекать, это привлекать внимание, и они занимались этим. Пусть даже это будет сначала какой-то их задумкой, мечтой, а потом уже наукой. Поэтому, конечно, это очень интересно, этим заниматься. Я всем рекомендую. И можно дополнить, да, и это достаточно сейчас хорошо оплачиваемая работа. Многие ученые, которые талантливые, которые участвуют в проектах, в грантах, они зарабатывают достаточно хорошие деньги. Их поддерживают фонды научные, например, Российский фонд фундаментальных исследований. Вот недавно учеными нашего университета был выигран грант на 4,5 миллиона. На развитие биомедицины. Да, на развитие биомедицины, бигдаты в основе этого гранта лежат. Но это все говорит о том, что правительство сейчас заинтересовано в молодых, талантливых, которые привлечены в науку и поддерживает их различными способами, в том числе и финансированием. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о фестивале «Наука 0+. Хочется продолжить немножечко тему того, что правительство сегодня действительно уделяет внимание науке, в частности, фестивале «Наука 0+.» И вот вы заговорили немножечко о грантах, которые, к слову, такие университеты, как ГУЭС, получают. Действительно ли это важная поддержка? Расскажите об этом. И вообще, каким образом эти гранты вы потом используете? Гранты, которые получают ученые, они используются для той цели, для которой были получены. Написаны заявки. Это на усмотрение актуальность темы была как раз и поддержана грантом. Но на самом деле не только гранты поддерживают развитие науки, поддерживают и коммерческие предприятия, поддерживают и различные центры, дают деньги на финансирование. Сегодня правительство интересует не только развитие фундаментальной науки, но и прикладной, коммерциализация научного результата. И вот как раз Адам... Да, я могу дополнить, в принципе, про акселерационные площадки. То есть, помимо всей науки, здесь... Да, научная новизна, она действительно должна быть, присутствовать эта часть науки. Но нам же нужно это внедрять, чтобы продукт нес какую-то пользу. Поэтому должна быть коммерциализуемость своего продукта. И на это направлены как раз-таки площадки по акселерации проектов. Венчурные фонды – это такие фонды, которые вкладывают какие-то средства в интересные проекты, которые в будущем должны продаваться. После того, как получился какой-то прототип, после этой стадии уже подключаются акселераторы различные. У нас в России они есть. И они уже продвигают продажи на рынок не только российский, но и международный. Поэтому здесь цель не только научные достижения поддержать именно фундаментальных наук, но и коммерциализовать продукты. Чтобы мы, ну как наша страна, она начала развивать хаотичные технологии. То есть вот этот момент не упустить, как было, к сожалению, в 90-е годы. Мы уже сегодня говорили о том, что какие-то как раз-таки современные разработки ученых увидят гостей фестиваля «Наука 0+.» Можете чуть подробнее о некоторых площадках рассказать? Что конкретно заинтересует гостей? Ну, наверное, одним из интересных моментов – это будет наш опыт. Еще интересная площадка будет современные измерительные приборы, где гости могут посмотреть, какие приборы сегодня используются в науке. Одной из интересных площадок будет 3D-принтер, когда можно будет посмотреть, как действительно можно напечатать какой-то прибор, объект, предмет, или даже профиль своего лица на машине, печатной на сканере. Будет работать химическая и физическая лаборатория, но в этой лаборатории будут ученые возраста 8, 10, 12 лет. Это наши школьники, которые с помощью своих взрослых наставников будут показывать эксперименты. Маленькие дети смогут поучаствовать в мастер-классах, где смогут смешать химические элементы и получить очень сегодня популярные лизуны, смайлики и так далее. Будет работать площадка Дальневосточное отделение Российской академии наук археологии. Они смогут показать, каким образом раньше гончарные изделия изготавливались. Будет гончарный круг, и можно будет из глины слепить вазу или кувшин. То есть и в историю можно будет окунуться? Да, в историю можно будет окунуться. Можно будет невидимыми чернилами нарисовать на бумаге и потом увидеть, проявится оно или нет, или в каком случае проявляются буквы, иероглифы или картинки. Ну вот такие основные. В общем, я думаю, одинаково интересно будет и взрослым, и детям. Стоит прийти всем. Действительно, это 0+. Это не просто так такое название у этого фестиваля. Наука 0+. Хочется мне отдельно поговорить о ФГУЭС, как о площадке, единственной в Приморье, на которой проходит фестиваль сегодня. И, конечно, к счастью, Александр наверняка не единственный такой выпускник, который связал свое будущее все-таки, несмотря ни на что, с наукой. И доказывает, что это может быть интересным. Это обязательно и прибыльным станет когда-либо дело, и, может быть, уже становится. Поэтому не стоит из-за этого отказываться от своей мечты. Можно немножечко рассказать, какие возможности сегодня предоставляет ВУЗ для этого? Ну, университет на самом деле поддерживает очень хорошо как молодых исследователей, так и всех преподавателей, которые работают в ВУЗе. Есть различные системы мотивации, направленные на развитие научного потенциала. Это и финансовая поддержка научных школ, это и целевая подготовка в магистратуре и в аспирантуре от университета. Это и возможности оплачиваемость поездок на защиту диссертации, на конференции, для того, чтобы потом в последствии защитить свои диссертации. Университет очень много уделяет развитию студенческой науки. Это работа различных студенческих научных объединений. Это работа лабораторий. Это организация мероприятий для студентов, например, «Ученый говорит» или «Кофе с профессором». Или мы проводим такой интересный научный проект, как «Гранит науки», где могут студенты показать свои возможности. Это привлечение студентов к научно-исследовательским исследованиям, коммерческим проектам, к реализации грантов. Многие студенты, которые интересуются наукой, они как раз решают актуальные задачи науки и техники, именно работая в проектных группах и грантах. Ну и это, конечно, возможность участия в конференциях не только по России, но и за рубежом. Александр, может быть, пару слов об Альма-Матер? Я все-таки выпускник ГОЭС, и вообще, в принципе, очень приятно, что ГОЭС каждый год меня зовет на эту площадку. Ну и я никак не могу отказать своему родному вузу, несмотря на то, что в эти же дни появляются какие-то накладки, и нам приходится отменять другие какие-то мероприятия. Ну или, по крайней мере, разделяться. Сейчас мы это можем, потому что у нас два робота. И, ну, в общем, я когда-то был студентом в ГОЭС, знаю, что это такое. Это было просто, ну, отличные годы моей жизни. В ГОЭС действительно помогал не только в образовательной сфере, но и, в принципе, в каких-то инициативах. В ГОЭС вообще, в принципе, поддерживают любые инициативы, и за это я ему, опять же, благодарен. Вот, и вот, можно сказать, вуз научил меня... Внедрение инициатив. Да, не знаю, получается масло масляное, конечно, но да, внедрение инициатив, инициатива, 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 но так оно и есть, и за это вам спасибо. И хочу поблагодарить свою кафедру за то, что она предоставила мне, ну, вот, навыки моих нынешних компетенций, да, обучила меня правильно. Мы, в свою очередь, тоже благодарим за то, что благодаря университету мы можем видеть такие замечательные разработки. У нас есть молодые ученые, молодые специалисты. Я думаю, что многие после нашего эфира, я надеюсь, на это захотят присоединиться и также исполнить свою мечту. К сожалению, наше время вышло. Я напоследок предлагаю пригласить всех гостей, жителей Владивостока на этот замечательный фестиваль «Наука 0+.» Вам слово. Мы приглашаем к нам в гости 13 октября на фестиваль «Наука 0+.» Мы ждем всех гостей. Будет работать более 50 площадок. Мы всем будем рады. Приходите. Александр. Будем вас ждать вместе с Адамом. Адам попробует там помахать нам чего-нибудь. Да. И он будет очень рад вас видеть. Постараемся сделать все возможное, чтобы вы не скучали и вам было максимально интересно. А я хочу поблагодарить вас за то, что пришли к нам сегодня и, в частности, за вашу работу, за то, что вы делаете, за то, что развиваете современную науку. Спасибо вам огромное. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо. Я предлагаю напоследок Адаму попрощаться со нашими зрителями. Адам, до свидания. И я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работы Ланы Бережная. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова